Бисмиллахи рахмана рахим, альхамду лиллахи раббил алямин, вассалату вассаламу аля Расулина Мухаммад, в аля алихи вассаби аджмайн. Саламу алейкум, ва рахматуллахи, ва баракату. Итак, сегодня мы поговорим, снова поговорим о благонравии, о тех советах, которые нам оставил посланник Аллаху, саламу алейкум, для нашей же пользы, для нашего же счастья в обеих мирах. Телефоны, гаджеты, планшеты, компьютеры. Эта техника все чаще и чаще окружает нас, и мы все больше и больше становимся зависимы от нее. И, безусловно, мы должны знать некоторые правила, некоторые ограничения, которые отчасти можем брать из сунны посланника Аллаха, саламу алейкум, чтобы вот в этом быть угодным Всевышним Аллаху, и в этом не получить гнев Всевышнего Аллаха. Первое, с чем может столкнуться человек, когда используют гаджеты, телефоны, это грех, имя которому Исраф. Аллах говорит, Причем здесь Исраф может быть как Исрафу-ль-Маль, то есть пустая трата имущества, так и Исрафу-ль-Вакт, это пустая трата времени. Что касается имущества, то есть возможность у человека приобрести телефон, который будет полностью отвечать всем его потребностям. Но нет, он решает покупать самый дорогой и входит в долги и покупает такой телефон, который не уступает всем остальным, но он намного-намного дороже, чем другие телефоны, для того, чтобы показать какой-то статус, для того, чтобы как-то похвалиться, или он таким образом хочет превознести себя над всеми остальными. Безусловно, это, во-первых, Харам, то, что он считает себя лучше остальных в этом, то есть это кибор, он может попасть в грех, тщеславие и высокомерие. А второе, это Исрав, пустая трата денег. То есть он гоняет себя в долги за вещь, которую можно заменить другой и с меньшими проблемами. То есть это Исрав. Человек должен одеваться, человек должен покупать телефоны, человек должен кушать в соответствии со своими возможностями, максимально не погружая себя в бремя долгов. Сегодня на телефон можно закачать различные игры, фильмы, различные социальные сети, программы, польза от которых не просто ноль, а наоборот минус. Человек еще больше и больше погружается в грехи. То есть помимо того, что он тратит пустую свое драгоценнейшее время, он еще и зарабатывает на этом много-много грехов и гнева Всевышнего Аллаха, Субхан Анаталья. Мы думаем, мы так просто относимся к этим гаджетам, так просто относимся к этим вещам, ну, как что-то новенькое, и без проблем покупаем их своим детям, дарим своим родителям, тем самым делая им медвежью услугу. То есть если они все больше и больше уделяют времени этому, это означает то, что они все меньше и меньше уделяют времени другому. А если это бесполезное, то от них уходит что-то полезное. Например, викр, поминание Всевышнего Аллаха, например, чтение Корана, например, изучение чего-нибудь полезного, а для детей это сделать уроки, узнать о чем-нибудь новом, поиграть на улице. Это будет намного-намного полезнее, чем сидеть. И, во-первых, приносить вред своему здоровью, своему зрению. Это сидеть, это дышать прелом домашним воздухом и не выходить на улицу. И это терять связь и отношения с людьми. Поэтому прежде чем обзавестись подобным гаджетом, подобным аппаратом, нужно хорошенько подумать и приготовиться, как я буду его использовать. Будет он мне во благо в обеих мирах, либо будет он мне во вред. Современным адабом, то есть этикетом наличия телефона в карманах у каждого мусульманина, особенно когда он идет в мечеть, это, естественно, когда заходишь в мечеть, выключать его. Некоторые записывают или устанавливают на свой телефон различные рингтоны с музыкой, с песнями, которые, когда к нему кто-то звонит, особенно если он оставил телефон в куртке и она лежит где-то в другой части мечети, начинается намаз, все читают намаз, хотят сосредоточиться, хотят, чтобы у них намаз был качественный. И звонит кто-то этому человеку, и его телефон разрывается с какой-нибудь современной музыкой, ритмичной, с песнями, со смыслом и со словами. Но какая может быть здесь сосредоточенность? Как мы сможем таким образом читать намаз? Разумеется, без сомнений, этот человек своим действием, своим поступком совершает грех, потому что он нарушает намаз других. Не нарушает, он действительно намаз, но он умоляет его награду, награду молитвы этих людей. Это очень важный момент, и нужно очень строго следить за этим. И когда заходишь в мечеть, отключай свой телефон или делай его на беззвучный режим, и тогда ты избежишь этих ошибок. Телефоны дают нам возможность выходить в социальные сети. Это о чем говорит? Это говорит о том, что ты постоянно на связи, ты постоянно в этой системе, ты постоянно находишься в этой сетке социальных сетей. Сегодня их пальцев не хватит на руке, чтобы их всех перечислить. И если человек каждую ленту будет постоянно просматривать, он может получить какую-то информационную небольшую пользу, но больше он потратит на это время. И это завораживает человека, и он и листает, и листает, и листает, проходят минуты, десятки минут, проходят часы, и человек просто посидел, что-то, может быть, и узнал, но сколько времени он потратил. Второй момент. Человек через соцсети заводится новыми связями. Разрешенными связями и обратными, неразрешенными связями. Посланник Аллаху, саламу, сказал, если двое уединятся, имея в виду мужчину и женщину, то третьим между ними, безусловно, будет шайтан. А когда человек переписывается, да, они не находятся в одной комнате, но они находятся на общении, они уединяются, а уединяются в общении. Мужчина, женщина, девушка, парень, без разницы. И третьим также является шайтан. О чем они там переписываются? О чем договариваются? И даже если иман у них большой, третий среди них кто? Шайтан. И они, большой процент, большая вероятность, то, что они договорятся в каком-то грехе. Взгляд, грехи взгляда. Посланник Аллах, саламу, предупреждал об этом тоже. И мы думаем, ну что это телефон, экран телефона, или картинка, или видео, это же не на живую. Нет, это тоже грех. Посланник Аллах, саламу, говорил, прелюбодеянием глаза является смотреть на чужую женщину. И он не определил, как это будет, напрямую, или через что-то, или через навязу, или это рисунок, или это фотографии, или это видео. Это все равно будет грехом, прелюбодеянием глаз. В другом хадисе передается от Джарира, что он спросил посланника Аллаха, саламу, о случайном взгляде. На что посланник Аллаха, саламу, сказал, то, что нужно обязательно отводить взор. То есть даже если тебе вышла картинка в телевизоре, в компьютере или на телефоне, ты должен отвести глаз. Посланник Аллаха, саламу, сказал, взгляд на чужую женщину – это ядовитая стрела из стрел иблиса. Тому, кто оставит этот взгляд, боясь Аллаха, Всевышний Аллах, саламу, взамен даст иман, веру, сладость которой он найдет в своем сердце. То есть в телефоне, в компьютере и в телевизоре такой же эффект, а возможно даже еще больше. Это, безусловно, влияет на наше сердце. Оно убивает наше сердце и все больше и больше вытесняет иман из нашего сердца. Поэтому нужно быть осторожным. Нужно контролировать своих детей, своих домашних, чтобы они все меньше и меньше уделяли этому свое драгоценное время и свое время использовали во благе. Конечно же, телефон и планшеты, и компьютер, и телевизоры – в них есть определенная польза для человека, для его жизни, для развития. И есть очень много полезных программ, которые человек может закачать себе в телефон, используя, которые связаны с викром, поминанием Всевышнего Аллаха и так далее, которые связаны с Кораном, прослушиванием Корана, заучиванием каких-то сур, аятов или хадисов пророка Мухаммада, саллаху али-салям, нужно лишь правильно пользоваться. Итак, мы еще раз для себя убедились, что телефон – это средство, которое может человеку принести добро и награду, и которое может принести человеку зло и погибель в обеих мирах. Пусть Аллах субтитрах воздаст вам благом и сделает так, чтобы те вещи, которые нас окружали, чтобы они нам приносили только добро и благо и награду. Баракаллахи фейкум, вассаламу алейкум, ва рахматуллахи ва баракатум.